Привет! Каждый уважающий себя DIY-щик в своей жизни строит хотя бы один графический анализатор спектра. Но поделки на диодах и на радиолампах уже надоели. Поэтому я построю свой, полностью механический, на сервах, магнитах и крутой ферромагнитной жидкости. В интернете есть сотни рецептов по созданию феромагнитной жидкости. Попробую один из них. Буду строго следовать инструкции. Берем тонер для принтера, сыпем в колбу. Добавляем растительное масло. Еще немножко. Хорошенько перемешиваем. Берем магнит и проверяем результат. Не, магнитится и двигается, на острых уголок не обнаружено. Частицы тонера в 10 раз больше тех, что используются в нормальной ферромагнитной жидкости. И потому они не могут легко выстраиваться вдоль магнитных линий. Можно раздобыть порошок оксида железа с размером частиц около 10 нанометров, но он стоит как самолет. Давайте разберемся, что из себя представляет магнитная жидкость. Вообще ее придумали в 63-м году в НАСА, чтобы решить проблему с топливом в космическом корабле. В невесомости жидкость свободно левитирует в баке. Вот и решили сделать топливо магнитным, смешав его с какими-нибудь железками. А потом взять внешние магниты и управлять топливом в баке. Самое главное в жидкости, конечно, магнитный порошок. Обычно он делается из мелких частичек железа. Эти частички плавают в какой-то основе. Это может быть вода, силикон, керосин. В общем, какая-то жидкость. А чтобы порошок не выпадал в осадок и не слипался, используют поверхностно-активные вещества. Это такая штука, молекулы, которые облепляют со всех сторон частички порошка и создают защиту, которая не позволяет им склеиваться. С ферромагниткой все понятно, она движется под действием магнитного поля. А что делать с источником магнитного поля? Как двигать его? Я собрал стенд для того, чтобы проверить, как быстро сервы смогут перемещать каретку. Вот тут самая обычная серва. Тут мебельная направляющая. Она не подходит для этого проекта из-за конструкции, а вот для прототипа ГУД. Эти рычаги позволяют преобразовать поворот сервы в движение каретки вверх и вниз. Прототип собран на Меге. Сейчас нам тестовый скетч. Проверяем работу. Включаем, подаем звук. В общем, эта штука заработала, и она достаточно быстро таскает каретки. А значит, можно делать прототип. Возьму химическую пробирку. В ней будет перемещаться магнитная жидкость. Установлю ее в основание. В готовом устройстве их будет семь. Каждая на свою частоту. Ну вот теперь новый прототип. Сзади ничем не отличается от стенда. Та же серва, те же рычаги, но вместо мебельных направляющих теперь вот такие стальные трехмиллиметровые. И каретка, соответственно, скользит по этим направляющим вверх-вниз. За колбой установлю светорассеивающий пластик и диодную ленту для подсветки. Осталось только проверить, не развалится ли эта штука. Беру и включаю. Не развалилось. Ну что, у нас все работает, все классно. Пора бы похимичить. С самодельной магнитной жидкостью лажа. А готовую можно купить. Я взял на основе силикона. Но вот новая проблема. Если залить жидкость в пробирку, то она оставляет следы на стекле. Есть идея. Если залить в колбу воды, то тогда ферромагнитка будет в ней тонуть. И если тянуть ее магнитом, то она будет проплывать по стенкам и не пачкать их. Также в одной статье я подсмотрел, что в воду добавляют соль. Вот и попробую. Пробирка, вода, чуточку соли. Добавляю пару капель и вижу, что следы она все же оставляет. Я взял другую на основе воды и решил добавить ее в масло. Попробуем? Попробуем. Масло мутнеет, а жижа все равно оставляет следы. Последний вариант из доступных – магнитная жижа на основе керосина. Добавляю ее в воду. О, огонь! То, что надо. Залью все пробирки соленой водой с капелькой магнитной жидкости. Промажу герметиком так, чтобы получилась пробка. В общем, в части колб остается воздух при заполнении, и для того, чтобы его убрать, нужен шприц. Я заполняю наполовину водой, вставляю в колбу, откачиваю воздух. Воздух легче, и он скапливается сверху. Ну, соответственно, дальше заполняю просто пространство водой. Жидкость должна двигаться в пробирке. Попробуем привести ее в движение вот таким электромагнитом. Магнит на 12 вольт и с усилием в полтора килограмма. Тут у меня лабораторный блок питания. Запитаем от него. Подносим к колбе и пробуем приближать и отдалять. Ежик получился не очень. Того магнитного поля, что создает катушка электромагнита, явно недостаточно. А магнит сильнее будет гораздо больше размером. Вот такой, например. А мне большие магниты в конструкции явно не нужны. Значит, будем управлять с помощью постоянного магнита. На этот раз порезал фанеру. Фанера 4-х миллиметровая. Но это не точно. Ну вот. И не влазит. В общем-то... Фанера 3-х миллиметровая. Пазы 3-х миллиметровые. А она не собирается. Приходится собрать все детали и подрезать ножом те места, где фанера не влезает в пазы. Закреплю сервы на планках и вставлю в основание. Рычаги прикреплю позже, когда буду собирать верх с каретками. Сразу их не креплю. Ну, по той простой причине я не знаю, где у сервы 0, где 90 градусов. Или знаю. Нет, не знаю. Вот. Поэтому оставим их напоследок. Соберем весь механизм, а их потом прикручу в процессе. Чтобы закрепить колбу, я запилил вот такие флянцы. Он одевается. Здесь колба на нем будет... Скорее всего, она будет приклеена. И буду затягивать ее к основанию через 5 винтов. Она просто будет стоять вот так. Прикручу фланцы к панели и накрою ей сервы. Приходится забивать панель в крепление молотком. Зато собирается без винтов. А это лицевая панель. Ее тоже пришлось забивать молотком. Теперь соберу верхнюю часть с каретками. Каретки зажимают пару магнитов. И как в прототипе, скользят по направляющим. Теперь надо прикрепить рычаги. Выставляю серву в нулевое положение и примеряю рычаг. Примеряю сервы по одной и прикручиваю рычаги. Теперь креплю их к кареткам. Ставлю все на место и закрываю боковыми панелями. А вот и пластик. Через него не будет видно диодные ленты и магнитов. Обрезаю его ножницами по металлу. Пора бы вставить пробирки. Входят они плотно и клеить их к фланцам не придется. Теперь все вокруг отверстия в магнитной жидкости. И ее уже не отмыть. И руки тоже в этой жиже. Пока я пытался отмыть руку, сломанная пробирка стояла в отверстие. И магнит даже на таком расстоянии смог утянуть жижу из пробирки. Может так и оставить? Не, ферромагнитка оставляет следы на пластике. Придется покрасить фанеру, чтобы убрать пятно. Соберу все провода от серв вместе и затяну их в одну косичку. Сейчас спаяем импровизированный шилд для Искра Nano Pro. К нему будут подключаться все сервы, которые сейчас стоят в механике. И к нему же будет подключаться подсветка. Сделаю все на макетке. Мой аппарат уже не берет. Тогда сделаем по-другому. Все по старинке. В общем-то тестовый запуск. Сейчас сервы все вместе должны подниматься вверх и вниз. Вот такая штука получилась. Самое главное не дать колбам треснуть. На колбах осталось чуток лишнего герметика. И он мешает просто залезть колбью в отверстие. Сейчас его подрежу и... В общем, у меня получился графический анализатор спектра на магнитной жидкости. Очень сложно выговаривать графический анализатор спектра. Подсветку мы уже включили. Осталось подать музыку и посмотреть, чего получится. Кантри! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! МИТАЛ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы наблюдаете быстрое преобразование фурье. Любой звук, который слышит человеческое ухо, это колебания с частотой в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Звуковые колебания от разных источников, например, гитары, барабанов и вокала, сливаются в одну сложную волну. Графический анализатор спектра с помощью преобразования фурье делит волну на составляющие и показывает набор отдельных частот, из которых состоит звук. Медляк. Звук. Продолжение следует... Продолжение следует...